МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учёные не могут объяснить эту находку археологам. Кубок был изготовлен 60 миллионов лет назад. Недавние исследования биологов вызвали настоящую сенсацию. Человек мог и левитировать, и читать мысли, и обладать какими-то знаниями. Кто открыл нашим предкам невероятные знания? Всё указывает на то, что действительно речь идёт о гостях из космоса. Тайны древнего мира в проекте «Звездолёт для фараона». Древние источники утверждают, что много тысячелетий назад на Землю прилетели боги с других планет. Это какие-то духи или какие-то мифологические существа. Зачем они охотились на славянских дев? Они ступали в отношения с земными женщинами, от этого породился земной Русь. Как любила Древняя Русь и почему влюблённым на Руси завидовали даже боги? Об этом в нашем научно-поэтическом расследовании «Девы Древней Руси». Российские учёные утверждают, что они раскрыли тайну египетских пирамид. Инструменты, которые позволяли людям общаться с неким внешним разумом, как говорит текст, с богом. Кто построил древние пирамиды? Современная наука не способна делать то, что было сделано якобы древними египтянами. Что правда, а что невероятная гипотеза, которая заставляет учёных пересматривать каноны мировой истории. Об этом в нашем научном, но довольно фантастическом расследовании пирамиды воронка времени. Проект, который вы сейчас увидите, отправляет нас в далёкое, но абсолютно реальное будущее. По прогнозам учёных, его точно застанут наши внуки, которые будут жить неизвестно, насколько счастливее, но уж точно дольше нас. Медики утверждают, что лет через 50 достаточно будет выгрузить содержимое своего мозга в сверхмощный компьютер, затем подобрать себе тело, которое понравится, например, Аллен Делона или Мэрилин Монро, и залить своё сознание в новую симпатичную голову. О вечной жизни красивых и всегда молодых и здоровых – наше научно-познавательное расследование проделки смертных. Лекарство, способное продлить жизнь человека минимум вдвое, станет доступно в течение пяти лет. Об этом совсем недавно заявили учёные из Университета Нового Южного Уэллса в австралийском Сидне. Автор сенсационного исследования, профессор Дэвид Синклер, утверждает, что изобретённое им вещество способно не только замедлять старение, но и исцелять от более чем 20 страшных недугов, включая рак, диабет и болезнь Альцгеймера. Конечно, не идёт о беспредельности, может быть, миллиардов лет, но тысячи лет такое тело может существовать. Более того, последние открытия учёных доказали существование души. И теперь авторитетные исследователи всего мира работают над тем, чтобы научиться передавать человеческую душу из одного тела в другое. Человек живёт 700 жизней, но мы представляем её как одну, а тела меняются. Вот такая задача стоит у нас. За последние 100 лет человечество вплотную приблизилось к разгадке тайны бессмертия. Однако десятки учёных, оказавшиеся на пороге открытия эликсира вечной молодости, внезапно умирали, словно кто-то или что-то встаёт на пути, обрубая все нити и свято охраняя сакральное знание. Кто это? Неизвестная элита или высшие силы, охраняющие от людей тайну бессмертия? Существует ряд достаточно компетентных организаций, которые занимаются мистическими исследованиями, именно научными исследованиями. Чем закончится противостояние неизвестной силы и лучших умов, жаждущих вечной жизни? И стоит ли вечная жизнь того, чтобы за неё сражаться? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако учёные намерены сделать бессмертным человека. И ведущий британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри де Грей, уверен, что первый человек, который живёт до тысячи лет, уже родился. Физическое бессмертие – это нормально. Древние тексты сохранили многочисленные упоминания о людях, которые жили по несколько сотен лет. Мудрецы древней Индии и Китая. Далёкие предки якутов, имевшие доступ к живой воде. Десятки мифов и легенд разных народов указывают нам на то, что человеку когда-то был доступен рецепт долголетия. Но почему современному человеку до сих пор неизвестна формула вечной жизни? И к чему нас приведёт жажда вечной жизни? Недавно группа авторитетных учёных со всего мира провела уникальное исследование и пришла к шокирующему выводу – бессмертие может стать причиной многих глобальных катастроф. Увеличится серьёзное количество людей взрослых, старших возрастов. Оно достигнет к 50-м году порядка 40%. Это существенно изменит вообще образ жизни. И заметно уменьшится числом юных людей, соответственно, до 20 лет. Вот этот переход, его Сергей Петрович Капица называет «демографический переход», он существенно изменит вообще образ жизни. Более того, если при этом продолжительность жизни увеличится хотя бы в полтора раза, то уже через 10 лет произойдёт глобальная продовольственная катастрофа. Иссякнут запасы пресной воды. Начнутся разрушительные и кровавые войны за пищу и территорию. В итоге человечеству придётся жёстко ограничить рождаемость. А 50 лет спустя, оказавшись на грани исчезновения, мы будем вынуждены отказаться от бессмертного дара. Впрочем, учёных это не останавливает. И поиски эликсира молодости продолжаются уже более 100 лет. Только в 20-м веке в России почти 10 признанных учёных были готовы объявить о победе над смертью. Но каждый раз исследователи, оказавшись в одном шаге от научного триумфа, внезапно умирали. А сенсационные результаты неожиданным и трагическим образом исчезали. В одном из закрытых уральских НИИ исчез крупный учёный, доктор биологических наук Алексей Мезенцев, который активно занимался вопросами старения клеток и вплотную приблизился к разгадке тайной омоложения. Но именно тогда, когда все эксперименты, расчёты и опыты были завершены, он пропал. Утром зашёл в свой кабинет и уже не вышел оттуда. Мебель в помещении была перевёрнута. Холодильник, в котором хранились образцы его изобретения, пуст. Проверка звонков Мезенцева ничего не принесла. Единственное, что заинтересовал нас звонок, это звонок в Новосибирск. Там жил его приятель по институту Виктор Костюков. Сделали запрос в Новосибирск. И вы представляете, Виктор Костюков погиб за несколько дней до исчезновения Мезенцева. Как оказалось, Виктор Костюков был не только коллегой, но и напарником Мезенцева. Их исследование было совместным. В квартире, где было найдено его тело, следователи зафиксировали следы тщательного обыска. Кто и что искал в квартире учёного, можно только догадываться. Но была одна необычная деталь. Квартира Костюкова была битком набита сложным химическим оборудованием. Зачем учёному, имевшему в своём распоряжении лучшие московские лаборатории, заниматься экспериментами у себя дома? Следователям удалось ответить на этот вопрос. Костюков вместе с Мезенцевым втайне ото всех разрабатывали уникальный препарат, омолаживающий организм человека. Но ни рецептуры, ни ингредиентов, которые могли бы дать хоть малейшую зацепку последователям и ученикам, найти так и не удалось. И они начинают поиски сначала. Препараты интересные для исследований есть. Это рапомицин, мелатонин, метафармин. Но их надо и изучать, и посмотреть на комплексное воздействие. Ну и так далее. Это несколько десятков. И нужно вести изучение. Неужели Мезенцеву удалось отыскать формулу эликсира бессмертия, и этот научный прорыв каким-то образом связан с его исчезновением? Мало кто знает, что поисками бессмертия ещё в прошлом веке активно занимались советские учёные. Так в конце Великой Отечественной войны руководство Советского Союза поставило учёным важную задачу. В кратчайшие сроки найти эффективное средство, которое сможет защитить человека от ионизирующего излучения и радиации. СССР быстро извлёк урок из бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, поэтому параллельно с разработкой ядерного оружия учёные занялись проблемой ядерной защиты. Разработка средства защиты от радиации в числе прочих была поручена известному доктору-кандидату наук Алексею Дорогову. Проведя ряд исследований, Дорогов пришёл к неожиданному результату. Уже в 1947 году ему удалось создать препарат, который излечивал практически ото всех болезней. Очевидцы утверждали, что у пациентов Дорогова разглаживались морщины, восстанавливался рост волос и зубов. Свой препарат он назвал АСД – антисептик-стимулятор Дорогова. Результаты экспериментов были ошеломляющими. Соратники учёного утверждают, что с 1953 по 1956 годы его пациентами стала вся партийная элита. Учёному выделили отдельный институт, в котором было организовано ограниченное производство снадобья. Высажали в машину, увозили ископоставленного больного. Понимаете? То есть у него жизни практически не было. Однажды Дорогов, как обычно, вышел из дома, сел в машину с правительственными номерами и уже не вернулся. Его супруги сообщили, что учёный умер от сердечной недостаточности. Позже судмедэксперты уточнили, что он отравился угарным газом, хотя смерть произошла в проветриваемом доме с незатопленной печью. Однако, несмотря на все неувязки, дело о смерти Дорогова было оперативно закрыто. Лаборатория расформирована, клинические испытания свёрнуты. Вся информация о его исследованиях, выкладке и результаты опытов бесследно исчезли. Впрочем, российских учёных не могут остановить ни научные неудачи, ни таинственные угрозы, ни загадочные смерти предшественников. Сегодня проблемой продления жизни занимается группа исследователей с мировыми именами. Однако, несмотря на достигнутые результаты, они не спешат распространяться о своих разработках. Впрочем, научный подход к проблеме также изменился. Сегодня поиски бессмертия – это уже не алхимия, не перебор компонентов на удачу и не случайные побочные эффекты от других исследовательских программ. Сегодня исследователи убеждены – старение – это проблема организма, которую можно взломать и обезвредить. Неужели разработка лекарства от старения близка к финалу? Главный научный прорыв, которого мы ждём, это создание радикальных нанотехнологий, то есть нанороботов, которые будут иметь размер человеческой клетки. Именно эта технология даст возможность радикально продлить человеческую жизнь, поскольку это будет новый подход к продлению жизни. По мнению учёных, уникальная система повернёт вспять биологические часы. Клетки не только перестанут стареть, но и повреждённые участки будут восстанавливаться. По сути, учёным удастся приручить самое страшное заболевание – рак и поставить под контроль механизмы регенерации и восстановления. И если это удастся воплотить в жизнь, то человек будет почти неуязвим. Будет происходить кибергизация на клеточном уровне. И тогда мы получим действительно бессмертного человека, при этом выглядящего как обычного человека, состоящего из клеток, но клеток кибергизированных, то есть фактически являющихся маленькими программируемыми роботами и, соответственно, способными избегать всех проблем, связанных со старением. География исследований не ограничивается только Россией. Самые мощные научные центры мира также ищут код бессмертия. Совсем недавно британские генетики, работавшие над этой проблемой, совершили ошеломительный научный прорыв. Изучая ДНК червей, они обнаружили уникальный ген, отвечающий за старение и смерть клетки, и вплотную приблизились к разгадке тайны вечной жизни. Самые впечатляющие результаты – это смогли червяку нематодию увеличить жизнь в 10 раз. Причем в генетических манипуляциях червяк стал жить в 10 раз. Многие модельные животные, мышь смогла жить в 2 раза. Немая Дарзофила тоже в 2 раза. Это самые фантастические результаты. Второе – это регенерация органов, что уже мы плотно подошли к выращиванию собственной печени и почек человека. До окончательной победы над смертью оставался один шаг. Эксперименты уже подтвердили эффективность нового гена на лабораторных животных. И теперь ученые планировали внедрить его в клетки стареющего человека. В соответствии с проектом, старение организма должно было сначала затормозиться, а затем прекратиться вовсе. Однако после серии удачных экспериментов, дальнейшие опыты неожиданно пришлось отложить, а вскоре был закрыт и сам проект, направленный на поиски бессмертия. Одновременно опыты в этой области были остановлены в Канаде и Японии. В США команду исследователей попросту купили, отдав за патент 700 миллионов долларов. Нужно изучать их эффект, пытаться усилить, нужно вести научные исследования. А чаще всего это происходит какая-то коммерциализация. Впрочем, один способ продлить молодость человечеству уже доступен. Хотя, разумеется, он далеко не всем по карману. Стволовые клетки. Тут мы видим соревнования между искусственными органами и трансплантируемыми органами. Пока что лучшие результаты у трансплантируемых от человека органов, но их всегда будет по понятным причинам нехватка. Профессор Юрий Захаров – живое подтверждение эффективности этой технологии. Ему 51 год, но мало кто скажет, что он выглядит на свой возраст. Эксперименты по пересадке стволовых клеток начались с конца 20 века, и после ошеломляющих результатов ученые объявили, что наконец-то нашли таблетку от старости. Выращивание новых органов из стволовых клеток. То есть мы можем печатать новые органы с помощью как бы трехмерного принтера, который будут выкладывать клетки в нужной последовательности. Уже сейчас, например, пересаживают выращенную трахею, то есть это на каркас накладывают стволовые клетки, они принимают форму нужного органа. Новую клетку подсаживают в человеческий организм, и она, подобно компьютерному вирусу, начинает перестраивать соседние клетки, программируя их на молодость. Постепенно процесс старения затормаживается и обращается вспять. В России уже существуют банки стволовых клеток, куда каждый может сдать свой генетический материал, чтобы воспользоваться им в будущем. Впрочем, закона, который бы хоть как-то регулировал обращение этого биологического материала, пока не существует. А большинство политиков склоняются к тому, чтобы эту практику запретить. В любом случае, сегодня желающий подсадить себе стволовые клетки ни от чего не застрахован. Это русская рулетка, где патрон в каждом втором гнезде барабана. Ни в коем случае это делать нельзя. Это опасно. Пока это опасно. Надо сказать, что я бы хочу подчеркнуть одну мысль, что научные исследования, связанные со стволовыми клетками, это фантастически перспективно. И результаты этих исследований потребуются каждому человеку. Каждый человек, к сожалению, стареет. И будут созданы технологии, которые помогают человеку себя лучше чувствовать, быть более здоровым, может быть более молодым. Это будет в будущем. Но сейчас этих технологий, их нет. Пользоваться ими, технологии омоложения стволовыми клетками, пользуются ими опасно и глупо. Эксперименты и исследования стволовых клеток периодически оказываются далеко за рамками гуманности и этики. Так самыми эффективными считаются стволовые клетки эмбрионов. Они уникальны, совместимы с любыми тканями, почти никогда не вызывают отторжения и злокачественных опухолей у оперируемого. Но сухой язык медицины констатирует единственный недостаток работы с этими клетками. При выделении внутриклеточной массы эмбрион погибает в 100% случаев. Но несмотря ни на что, эксперименты в этой области ведутся. Более того, когда дело касается молодости первых лиц государства, никакие риски не влияют на результат. Совсем недавно Барак Обама, наоборот, разрешил у себя в стране эксперименты именно в отношении эмбриональных клеток. И это абсолютно не вызывает ни у кого никаких вопросов. Ни у комитета поэтики, ни у кого. Это действительно очень интересное будущее, за этим большие перспективы. Но на сегодняшний день есть большие препятствия по применению клиническому этих клеток. Их нужно изучать. Однако даже такой способ омоложения и продления жизни небезопасен. У него есть огромное количество побочных эффектов, самые распространенные из которых – отторжение имплантов и злокачественные опухоли. Существует версия, что громкие и страшные смерти от рака некоторых крупных политиков и актеров, случившиеся в последние месяцы, связаны именно с тем, что попытка омолодиться эмбриональными клетками не удалась. Нужно запрещать реализовывать неразработанные технологии. Нужно сначала на животных отработать, там очень-очень много проблем. Впрочем, прообразы большинства универсальных вакцин и лекарств когда-то были несовершенными, ядовитыми и далеко не всегда помогали больным. Возможно, уже через 5-7 лет технология омоложения стволовыми клетками станет совершенной, доступной и распространится по миру. И если это случится, то человечество ждет печальный финал. Расчеты этнологов и урбанистов крайне пессимистичны. Как только произойдет рывок в продолжительности жизни, прирост населения автоматически уменьшится почти до нуля, и Земля станет планетой вечных стариков. Сегодня все умоложение стволовыми клетками – это мошенничество. То есть эти технологии разовьются, но потом. Их надо вкладывать деньги в это. А в это не вкладываются деньги. Очевидно, кто-то заинтересован в том, чтобы эта технология не развивалась. Однако независимые исследователи не сомневаются, что ведущие ученые со всего мира все же проводят эксперименты по поиску бессмертия. Только ведутся они в закрытых лабораториях. Но крупицы секретной информации все же просачиваются во внешний мир. Совсем недавно стало известно, что британские ученые смогли внедрить человеку ген животного. Такие эксперименты открывают перед учеными поистине неограниченные возможности. Ведь в самом скором будущем на Земле появится новая раса существ с генами животных. Как рыбы они смогут дышать под водой. Как гепарды развивать невероятную скорость. И, возможно, даже смогут летать, как птицы. Но в этих существах не будет ничего человечества. Человека можно рассматривать как биокомпьютер. Это, в принципе, вполне корректное сравнение. Если мы посмотрим, как работает простой компьютер, вот как он думает, как он работает, исходя из чего он работает. Он изработает из того, какую информацию в него загрузили, какую операционную систему туда закачали, какие программы, какие файлы, так он себя и ведет. И у человека тоже так же. Что будет с нашей цивилизацией после того, как мы научимся создавать себе подобных? Что если в условиях новой реальности человечество станет объектом манипуляции? А созданные нами существа будут сидеть за пультом управления и руководить нашими жизнями? Неужели в тот момент, когда человек получит все, к чему стремился, наша цивилизация исчезнет? Землю будут населять миллионы наших клонов. И это станет началом конца для человечества. Все абсолютно от самых глупых до самых умных. Все управляемые. Вы управляемые, я управляем. Разница только в том, кем управляемые, как управляемые, какова степень управляемости, какова степень свободы воли, если она развита. Но кто тормозит человечество на пути к вечной жизни? Таинственные международные структуры или неизвестные нам высшие силы? И какими мотивами они руководствуются, жестоко останавливая ученых в шаге от бессмертия? Ведь вечная жизнь в одном теле не единственный способ победить смерть. Полгода назад российские ученые выдвинули принципиально новую революционную теорию. В соответствии с ней сознание человека, весь его прижизненный опыт могут быть перенесены в следующее перерождение. Это звучит невероятно. Но исследователи опытным путем доказали, что каждый раз, когда человек умирает, информационный слепок его души получает новое тело. Изобретатель Станислав Шацилла убежден, что отследить цепочку перерождений более чем реально, причем история доказывает правоту его теории. Когда мы находим этого человека и доказываем его формально, официально, что он является личностью умершего человека, это является продолжение этого человека в другом теле. Вот таких превращений, переходов существует по нашим данным до 700. Известный случай. Пять лет назад на трассе Барселона-Мадрид произошла страшная авария. На огромной скорости столкнулись два автомобиля. Обоими управляли женщины примерно одного возраста. Женщины попали в автомобильную катастрофу, испанка, значит, скончалась. А русская, пережив клиническую смерть, восстановилась. И когда она, значит, пришла в себя, она перестала узнавать своих и стала говорить на испанском языке. Вот. И из Испании приехали муж и дочь. Она бросилась к ним в объятия. Невероятно. Но выжившая русская женщина могла точно назвать мельчайшие подробности испанского семейного быта, вспоминала имена родственников и визиты, о которых не могла знать ничего. Неужели произошло переселение души из одного тела в другое? Информация, значит, передалась в тот же день, в тот же час, одновременно. Когда человек уходил из жизни, значит, ну, когда погибает какое-то тело, то, что у него есть, вот, по логике вещей, он должен эту свою информацию передать. Иначе она пропадет. И он передает. Ученые называют это явление феноменом переноса сознания. Человек, который не отжил свое и чей жизненный путь неожиданно обрывается вопреки здравой логике вещей, не уходит из мира, а перебрасывает свое я в новое тело. Причем дистанция переноса души может быть более чем впечатляющей. До двух тысяч километров. Если говорить о том, что опыт последнего воплощения инкарнации еще присутствует в необработанном виде, и он в значительной степени давлеет над образом мышления и действий человека, то тоже еще можно и, видимо, нужно говорить о том, что это личность. Это там. Но если личность обладает памятью и опытом всех своих предыдущих жизней, хотя это и не полный опыт эволюционного ее развития, то ее сущностная основа уже проявляется в ней, в ней, в чистом виде. Исследователи уверены, что не за горами то время, когда родильные дома и реанимации больниц протянут между собой мосты, по которым будет совершать путешествие бессмертная душа. То есть если на поток поставить, то значит действительно надо приборы, эти приборы обеспечить тех оруженец, которые там где-то находятся, большое количество, допустим, и тех людей, которые находятся тоже в состоянии окончания своей жизни, ну и потом совпадение искать, смотреть, да вот тут, 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 тут совпало, совпало. Последние открытия ученых подтвердили догму самой древней религии. Реинкарнация, то есть переселение душ, действительно существует. Гибель – это вообще особый этап жизни. Вот. А в принципе, при нормальных, так сказать, условиях, жизнь между рождениями от 300 до 700-800 лет, то есть по-разному. Там вопрос решается, когда тебе приходить, видимо, это как-то сообразно счет. Но на разных этапах развития, вот за счет этой жизни, скажем, грубо говоря, вот этот жизненный этап человеческий где-то 6-7 тысяч лет. А человеческая память распространяется не больше, чем на 5 тысяч лет. Российские исследователи Станислав Шишкин и Станислав Шацила разработали уникальную теорию, которая научно объясняет феномен реинкарнации. Суть изобретений состоит в нахождении человека, в которого передалась информация, личность человека, уходящего из жизни, при реинкарнации. Эта проблема считается неразрешимой, значит, она не решена до сих пор. По версии ученых, душа умершего человека переходит в плод для нового воплощения примерно на пятом месяце беременности. И до тех пор, пока разум ребенка не затуманен новой информацией, он способен узнавать те места, где он бывал в течение прошлой жизни. Это примерно пятый месяц. А после того, как он родится, через три с половиной года у него, значит, возникает какое-то взросление, и если его доставить на это место, где раньше жил этот умерший человек, он это место узнает, узнает людей и так далее. То есть прямое доказательство того, что этот человек перешел в другое тело. По мнению исследователей, в течение перерождений сознание помнит все свои прошлые жизни. И существует возможность, пока теоретическая, вызвать эту память на поверхность. Вспомнить все. Вот эта задача, она практически считается до сих пор нерешена, нерезрешима. У нас есть предположение, что у нас там новые принципы, значит, эта вещь может быть реализована. Механизм переселения души напоминает работу радиостанции. От умирающего исходит некое информационное сообщение, которое распространяется по открытому каналу до тех пор, пока не найдет приемник, в качестве которого выступает плод беременной женщины. Мгновенная, как мы считаем, информация, вот как он приводил пример, там, да, вот она может быть в первом случае, когда отражается атмосфера сигнал, и в этом радиусе там кого-то где-то попадает. По мнению ученых, отследить, в кого именно переселится душа умирающего, возможно. Для этого необходимо создать прибор, который бы фиксировал одновременные и одинаковые всплески энергии у того человека, чья жизнь закончилась, и у того, чья началась. Вот это мы и хотим зафиксировать, всплеск именно, да, вот, сразу там, допустим, там, какие-то частотки были там незаметные, а тут вдруг энергия, сразу всплеск энергии, и пишется на этом приборе, то есть мы поняли, что да, действительно, в этот момент прошло вот это вот, излучение мощное. Сегодня ученые работают над созданием такого прибора, преодолевая очень серьезное сопротивление. Правительство и инвесторы не хотят вкладывать деньги в проект, который может полностью перевернуть весь мировой порядок, уничтожить экономику и геополитику. Ведь если воплотить теорию в жизнь, то получится, что уже ушедшие из жизни отцы, деды и прадеды могут вернуться в новом воплощении и потребовать свою долю состояния. Человек, который ушел из жизни, у него было, скажем, большое состояние, а он неизвестно, где родился, может, он в Африке родился, вообще ничего нет у него, а тут миллионы, которые он, скажем, заработал. Впрочем, существует и другой способ проследить путь души и узнать, кем человек был в прошлой жизни. Ученые называют его регрессивный гипноз. Кто-то был воином-охотником, кто-то был пахарем, кто-то был жрецом. У большинства людей рождение всякие наверняка были, мы набираем разный опыт, мы были женщинами-мужчинами, мы погибали, мы жили хорошо, жили плохо. Регрессивный гипноз гипноз поднимает с самых глубоких пластов сознания информацию о том, кем именно человек был в прошлых жизнях. Однако и в этой методике существует целый ряд сложностей. В состоянии транса человек видит ситуации и события, пережитые им в предыдущих воплощениях, но зачастую не может их правильно интерпретировать и понять, где и когда происходило то, что он увидел своим внутренним взором. «Регрессивный гипноз работает, но на сто процентов, потому что там кто-то видел одну-две жизни, кто-то там видел пять своих рождений, и попадание в эти вещи сложное». Эксперименты в области регрессивного гипноза велись еще в Советском Союзе. Разумеется, ими занимались исключительно военные в закрытых ящиках, засекреченных научных базах, у которых не было адреса, а связь с внешним миром осуществлялась исключительно посредством защищенной телефонной линии. «Я видел просто, как работают такие ребята. Есть у нас известные товарищи, которые занимались регрессивным гипнозом еще и в былые времена. При советской власти эти вещи занимались военные специалисты особенно. Я видел съемки этих вещей, но и я однажды присутствовал на сеансе таком, я видел, как, скажем, гуру задает вы все в 10 веке, скажем, потом все рассказывают о том, кто что видит. Один человек говорит, а я ничего не видел. Все очень просто, ты тогда не жил». Получив знания о своих предыдущих жизнях, человек, как правило, радикально меняется. Ученые исследовали случаи таких откровений и пришли к сенсационным выводам. Многие гениальные творцы прославились именно потому, что располагали опытом нескольких жизней. Среди них Вергилий, Данте, Пушкин, Набоков, археолог Шлиман, открывший человечеству историю Трои, и даже автор Илиады, древнегреческий поэт Гомер. Вопрос о том, кто был старик Гомер, почему он написал Одиссей и так далее. Потому что в своем предыдущем рождении он был египетским воином, наемником в рядах Ахейского войска. И он видел еще тогда сохранившиеся могилы троянцев, знаменитый порфировая стелла Ахилла с Патроклом. И у него пошли воспоминания. Он стал это вспоминать. А потом он уже ездил, собирал сказания. Прошло там 600 лет с тех пор. И он написал эти поэмы. Но и это еще не все. Существует еще одна технология переноса сознания, которая также вплотную приблизит человечество к победе над смертью. Плоть остается, его разум телепортирует в другую систему. Это вполне может быть. И мне кажется, так и должно быть. Потому что если кто-то вот у меня такая гипотеза на этот счет существует, что значит существует разум. Он давно существует. Миллиарды, миллиарды лет. Всемирный разум. И его питается он за счет информации. По версии исследователей душа человека словно информация с флешки может быть демонтирована из тела и перенесена на внешний носитель. И в этом случае человек действительно становится бессмертным. Если рассматривать с точки зрения физики, оптической физики этого явления, каждый из нас имеет определенную длину волны и определенный спектр свечения. Этот спектр, если китаец скажет, что у вас энергия дерева или энергия металла какая-то, вы родились в такое время, то со временем, когда появится такой прибор, который реально будет измерять нашу ауру и наше свечение. В соответствии с этой версией душа человека материальна, а значит существует возможность проследить ее путь и изучить взаимосвязи в этой уникальной системе, само существование которой до недавнего времени было под большим вопросом. я на сто процентов уверен, что есть единый вычислительный контролирующий центр, можно называть его богом, можно называть мирозданием, можно сказать языком вернадского ноосфера, как вам будет угодно, но во всяком случае это все существует. По мнению бывшего военного врача Александра Литвина, душа, в отличие от тела, неизменно и постоянно. это подтверждают многочисленные эксперименты, проведение которых стало возможно совсем недавно. В момент смерти человек становится легче в среднем на 21 грамм. То, что можно взвесить, можно и выделить. Ученый уверен, тело это всего лишь транспорт, оболочка, место временного хранения человеческой души. Душа, она всегда неизменна в своих характеристиках. Основные спектры, они не меняются. Могут усилиться, либо ослабеть, но все равно они не меняются. Нет никакой разницы между человеком живым и ушедшим. Вот скажите, какая разница, если человек едет в автомобиле, а потом вышел из автомобиля и бросил свой автомобиль и перемещается дальше? Ведь он не поменялся, исключительно поменялся способ перемещения в пространстве. Так если рассматривать автомобиль с точки зрения той, что это наше тело, а душа человек, который вышел из тела, ничего с нами не происходит. Параметры души поддаются исчислению, несмотря на то, что есть огромное количество факторов, так или иначе влияющих на ее функционирование. Это практически вся совокупность слов, действий и поступков, начиная с самого первого рождения на свет. Дело в том, что дата рождения это некий штрих-код, который определяет наше свечение. Тот свет, который мы излучаем в окружающую среду. И он бывает красивый, теплый, гармоничный, он бывает неприятный, некрасивый. В зависимости от штрих-кода мы либо счастливы, либо нет. В зависимости от штрих-кода мы либо имеем хорошую интуицию, либо ее не имеем. И самое главное в нашей жизни задать нашим потомкам правильный штрих-код. Если ученым удастся довести начатые поиски до конца, у человечества появятся принципиально новые возможности. Душа, выделенная из тела после смерти, сможет поменять носителя либо на новое человеческое тело, либо на механическое, вечное и неуязвимое. Идея восстановления человека по той информации, которую он оставил о себе в течение жизни. Это создание его информационной копии. Человек оставил очень много следов жизни, фотографий, видеозаписей и так далее. При этом подсчеты объема релевантной информации, то есть объем информации, которая находится в мозгу и имеет значение для идентичности личности, показывает, что этот объем невелик. Это порядка одного гигабайта, то есть меньше, чем на флешке. Вопрос в том, как эту информацию извлечь. Если мы могли бы ее извлекать из мозга и потом копировать на другие носители, соответственно, возникает идея определенным образом записывать информацию от человека, то есть с помощью самых обычных средств, фиксируя его речь, его почерк, его поведение и затем рассчитывать, что будущие компьютеры вычислят исходный вариант человека по вот этим данным. Однако и это направление исследований не поддерживается, а зачастую откровенно блокируется. Но кто заинтересован в том, чтобы человечество никогда не разгадало тайну бессмертия? Мистические и загадочные смерти ученых, которые работали над формулами бессмертия, не единственный признак контроля со стороны некой третьей силы. Всемирная история знает много случаев, когда задача победить смерть ставилась императорами, президентами и прочими владыками мира. Скорее, все общества, которые носили тайный характер, и у нас, и в Восточной Азии, они придавали очень большую роль проблеме жизни и смерти. Но если мистические практики в древнем Китае, Африке или Индейской Америке были достаточно очевидным и ограниченным способом политической борьбы, то засекреченные эзотерические подразделения в составе КГБ, ЦРУ или Третьего Рейха кажутся чем-то невероятным. Однако сегодня нет сомнений в том, что такие подразделения существовали на самом деле. Существует ряд достаточно компетентных организаций, которые занимаются мистическими исследованиями, именно научными исследованиями. В 20 веке темой поисков бессмертия всерьез заинтересовались все крупные мировые игроки. Однако выложить карты на стол решилась только гитлеровская Германия. Опираясь на идеи расового превосходства, фашисты не скрывали, что ведут генетические эксперименты, итогом которых должно было стать выведение человека нового типа, более совершенного и почти бессмертного. Расходным подопытным материалом стали узники концлагерей. Это создание новой расы с паранормальными способностями. То есть задача СС была сформировать сверхлюдей, а все остальные должны были быть уничтожены потом. И для этого используют генетические эксперименты, воздействие на гены, воздействие на мозг. То есть концлагеря это была экспериментальная база огромного исследовательского комплекса ананерго заменителя, наследие так называемое. Однако эксперименты фашистов были прерваны, а новая раса так и не была выведена. Антигитлеровская коалиция разрушила Третий Рейх общими усилиями, однако спецслужбы стран-союзников не торопились записывать своих соратников в друзья. На руинах Германии шел дележ добычи, в первую очередь научных разработок, среди которых особое место занимали тайные знания, которые успели накопить нацистские мистики. Однако Советский Союз как страна исповедующая атеизм упустил эту возможность. Уже к этому периоду по парапсихологии у нас только энтузиасты занимались в СССР. У нас были мощные парапсихологические центры где-то в 20-30-е горы. Вот и тоже экспедиция на Тибет, вот как раз Рерих. И с ним вроде бы вот и Брюнк ездил на Тибет, известный тоже, значит, бывший СССР, потом сотрудник НКВД. Ну и там были целые лаборатории в НКВД, которые парапсихологией занимались. Но они в 30-е годы все были разгромлены. Спустя несколько десятков лет исследования возобновились, чтобы снова заглохнуть с приходом к власти демократических сил. Среди бесчисленного количества закрытых предприятий и НИИ, работающих на оборону, оказались и парапсихологические лаборатории, в исследованиях которых важное место отводилось исследованию смерти. Впрочем, довести его до конца не давали в любом случае. Я в советский период проработал в Академии наук, занимался как раз созданием космических роботов, разработкой вот этих алгоритмов искусственного интеллекта, и поэтому я, естественно, все кибернетические центры СССР знал. И вот было несколько таких моментов, когда кто-то из известных людей, уже как бы имеющих высокий статус, физики, пытался в какие-то паранормальные области уходить, и они очень странно умирали. Это, к сожалению, факт. Причем на очень высоком уровне это происходило. Впрочем, как показывает практика, на Западе и в Америке исследователям также не дают нормально работать. Кроме эпизода с выкупом патента на бессмертие за огромные деньги, известно около полутора десятков случаев странных смертей среди ученых, которые занимались этой же тематикой. Создается ощущение, что работы в этом направлении поощряются строго до определенного момента, когда исследователь вплотную приближается к решению загадки. после чего его либо покупают, либо уничтожают. ЦРУ, ФБР, они в основном из мормонов. И вот весь геноцид индейцев руководился мормонами. Причем там была охота за сакральными знаниями. То есть там все священные реликвии похищались, все раритеты похищались и так далее, и так далее, и так далее. Это все воровали мормоны. Об этом уже мне говорили сами индейцы. Тайные эзотерические знания, накопленные и систематизированные, обогащенные последними научными достижениями. Так сегодня выглядит ключ к власти и могуществу. В чьих руках он находится? Возможно, он еще не нашел хозяина. То есть такое ощущение, что американское ЦРУ жестко контролирует через своих агентов правительстве, чтобы у нас в стране, не дай бог, ничего такого не делалось. Потому что это дает мощнейшее преимущество. Однако вполне возможно, что этим преимуществом сегодня не владеет никто. Можно допустить, что американских ученых перекупили спецслужбы. Но пропажи людей из секретных и прекрасно защищенных научных центров СССР не поддаются никакому рациональному объяснению. И возможно, правы именно те, кто считает планету живым и разумным организмом, который таким способом защищает человечество от страшной угрозы, которая может истребить его целиком. И еще одним подтверждением этой версии может считаться то, что самый чуткий, самый сильный и самый безжалостный страж бессмертие неизбежно должен быть бессмертным. Интересно, а если прогнозы ученых верны и действительно лет через 50 нашу землю будут населять только красивые и умные, что будут думать они о нас, своих предках, рассматривая пожелтевшие файлы нашего времени? Может быть, нам не стоит ждать и уже сегодня заранее фотошопить свои изображения, чтобы не подводить своих будущих мальчиков и девочек нашим сегодняшним несовершенствам?